Итак, господа, сегодня мы поговорим о мужских недостатках, на которые женщины не обращают особого внимания. Какие они? Узнаете из сегодняшнего видео. Первое заблуждение – это размер вашего кошелька. Вы переживаете, что она не обратит на вас внимания, потому что у вас не толстенный кошелек, и вы не получаете шестизначную зарплату. Конечно, я не буду вас обманывать и говорить, что это не важно. Конечно, большинство женщин обращает на это внимание, и многие пары расстаются из-за того, что им не хватает денег. Но есть и другие вещи, на которые женщины обращают свое внимание. Это амбиции, упорство и потенциал. Эти вещи имеют большое значение, если вы только получили работу или начали свою компанию. Со временем все может измениться. Следующее большое заблуждение, на которое женщины не обращают внимания – размер ваших мышц. Вот в чем суть. Мы, мужчины, думаем, что мы должны быть более накачанными. Женщины же предпочитают что-то среднее. Это основано на исследованиях американского журнала о психологии. Они выяснили, что мы, мужчины, считаем, что нам надо быть более подкачанными, и не просто, а иметь мышцы на 20 килограмм больше, чем весит мужчина в среднем. Женщины же, в свою очередь, они смотрят на парней, которые близки к среднему показателю и имеют тело в тонусе. Вам не надо иметь 6 кубиков или огромные бицухи. Следующее заблуждение – вы низкого роста. Переживают об этом не только те парни, у которых 170 сантиметров роста. Науководство 80 сантиметров – это тоже волнует. Конечно, не стану врать, что женщины обращают внимание на высоких парней. И будут игнорировать вас, если вы невысокого роста. Но большая часть девушек смотрит на всю картину в целом. Чего вы достигли в жизни, оценивается гораздо больше, чем ваш рост. На что они обращают внимание – это на то, справляетесь ли вы с мужскими обязанностями в постели. 52% мужчин столкнется с проблемой эрекции. Следующее заблуждение у парней – это что они недостаточно умны. Но есть опасность быть слишком умным. Женщин привлекают мужчины с хорошим интеллектом. Но существует множество видов интеллекта. Разве тот, кто хорошо играет в шахматы, будет столь же хорош на коньках? Нет, это разные виды умений и интеллекта. Поэтому, если вы хороши в одном, то это не означает, что вы преуспеете в другом. Так что они будут смотреть также на картину в целом. Является ли мужчина хорошим сантехником? Его бизнес процветает? Конечно, может у него IQ не 200, но он успешно ведет бизнес. Он работает своими руками и, кстати, часто женщинам это очень нравится. А также страсть, с которой вы занимаетесь любимым делом. Следующее заблуждение у многих ребят – это машина. То, что они не катаются на шикарной машине. Вы ездите на общественном транспорте и боитесь того, что женщина вам скажет. «Знаешь что, милый, ты недостаточно зарабатываешь?» Есть исследование, которое это подтверждает в какой-то степени. Да, женщины руководствуются этим фактом, чтобы понять, в каком финансовом положении находится мужчина. Но это суждение очень краткосрочное. Исследования показывают, что если у вас очень броская машина, то это, конечно, цепляет девочек. Но они воспринимают такие отношения, как что-то мимолетное и не относятся к такому серьезно. Они понимают, что никаких долгосрочных отношений тут быть не может. Но как только женщина видит, что у мужчины все в целом хорошо и получается, то вот эта цельная картина и делает о вас представление для женщины. Так что, ребята, важным является целостная картина. Следующее заблуждение – это размер вашего достоинства. Я не знаю, когда это все началось, но знаю, что все дело в сравнении. Можете сами провести исследования и посмотреть, какие в среднем цифры по миру. И поймете, что плюс-минус вы попадаете в категорию «что-то среднее». И пока вы будете разбираться, в какой категории вы находитесь, это внезапно становится соревнованием. Господа, поймите, что женщины не придают этому по-настоящему большого значения. 85% женщин вполне довольны размерами достоинств их партнеров. Вот что на самом деле плохо, так это если у вас слишком огромный. 7% женщин прекратили свои отношения из-за этого факта. Следующее заблуждение – это блестящая голова. Кто-то потерял волосы, кто-то просто сбрил их. Ну, в общем, если у вас на голове совсем нет волос, то возникают мысли, что вы выглядите слишком старым или слабым. Вот в чем дело. Исследование Пенсильванского университета выявило, что лысая голова делает ваш образ более доминирующим и уверенным. Выше, мужественнее и даже сильнее. Вот о чем стоит задуматься, так это о редких волосах и лысине. Так что вперед, либо сбрейте ее, либо найдите другое решение этой проблемы. Следующее заблуждение, которое есть у многих, это то, что они не имеют социального статуса. И если вы окажетесь на вечеринке, вы не будете в центре внимания, а будете интровертом. То есть тем, кто не стремится болтать с другими людьми. И вы можете подумать, что выглядите странно в глазах других людей. Ребята, если у вас есть такая проблема, посмотрите это видео. Как справляться с неудобными ситуациями. Ссылку на видео я прикреплю к описанию. В этом видео я рассказываю все очень подробно. Хорошо, друзья, я хочу услышать от вас. Пишите в комментариях, что я пропустил, или в чем вы чувствуете себя уязвимым. И не имеет значения, просто пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Если вы тут впервые, то подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok